Отлично! Всё, враги ушли! О! Опа! А-а-а! Вот! Всем привет! Вы на канале Paradoxist и сегодня мы играем в новую игру Терротех! Игра очень классная! Я уже в неё когда-то играл, но там поиграл буквально чуть-чуть и играть мы будем именно в одиночку. Почему? Потому что в одиночке есть такие вещи, как конвейеры и какая-никакая оптимизация. То есть мы можем теоретически сделать гигантскую базу, которая будет делать абсолютно всё. Но это вы уже увидите дальше. Система установки базы много цифр буков на связи. Ага, тревога с бой системы на миссии альфа номер много цифр. Безопасное приземление невозможно. Приступаю к выполнению аварийного протокола. Терротех. Держитесь крепче. Ага. Во-о-о-от. Это мы. Фух. Ваша кабина немного поцарапала, но с вами всё в порядке. Это ваша кабина. Защищайте её любой ценой. Нажмите и удерживайте правую кнопку мыши, чтобы повернуть камеру. Угу. Возьмите стандартный блок левой кнопкой мыши и присоедините к... Вот так вот. Отлично. Теперь присоедините к вашу шине колёса. Ох. Давненько я не играл. Да. Возьмите оружие и установите его сверху. Почти закончили. Теперь возьмите мини-бур и прикрепите его спереди. Вы пересобрали свою базовую машину. Теперь нажмите клавишу B, чтобы выйти из режима строительства. Используйте клавиши V, A, Z, чтобы управлять машину. Всё понятно. Удачно удерживайте пробел, чтобы стрелять. Ага. Подождите, что-то приземляется. По-моему, это будут запчасти. Ага. Большой Антон. Его нужно развалить. Это наш враг первый. Давайте в него впиляемся и будем бить этим. Кстати, на среднюю кнопку мыши можно выбрать врага. Здорово. Кажется, что Тони оставил парочку блоков. Попробуйте установить их на свою машину. Единственный минус вот этого режима одиночки. Здесь нельзя просто взять и собрать детали, как в мультиплеере. В мультиплеере мы просто на них наезжаем и как бы они собираются. А вот тут такого нету. Тут у нас есть специальная будет машина. Ну, не машина, а прибор, скажем так. Но опять мы получим его хрен знает когда. И вот он как раз таки позволит нам просто брать и... Ладно, не просто. Это будет всё равно сложно. Тем не менее, мы сможем собирать предметы. Отлично. Собрали небольшую машинку. А есть смысл вообще это взять сейчас вот как-то вот так вот поставить? Просто, чтобы было. Потом мы это просто сможем всё продать, пока у нас денег нету. Опять враги. Это столб дыма может быть с обломкой... Вашей базы. Вам нужно найти что-то, чтобы восстановить повреждённую кабину. Да. Мне действительно нужно найти что-то, чтобы восстановить повреждённую кабину. Итак, едем вот туда вот. На наш знак вопроса. Тут ещё враг появляется. Давайте сразу его приготовимся и встретим. Да. Это было просто. Возьмём от него бург. А это у нас что? Это у нас фара просто, да? Фара неинтересная. Ну давайте я, наверное, ещё вот это тут уберу и поставлю ещё один бург. Просто. Просто так. Просто потому, что я могу. Пока что у нас поначалу это будет просто подай-принеси. Хотя, в принципе, по сути, вся игра будет подай-принести. Но потом мы сможем строить настоящие космические базы. Ладно, не космические. Это ваш солнечный генератор. Так, что-то вылетела игра. Это ваш солнечный генератор. Он вырабатывает энергии. Бла-бла-бла-бла-бла. Я не успел засчитать. Так, так, так. Есть. Когда он выработает энергию, когда установлен. Установите солнечный генератор с помощью левой кнопкой мыши. Ага, понял, понял. Сейчас, 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 сейчас. Всё будет. Сейчас давайте я вот это вот возьму. Ещё немножечко пушечек. Всё, одна пушка. Ну, блин, мало. Ладно. Так, есть у нас, значит, вот такая вот замечательная штука. Генератор. Мы можем его вот так вот установить. Установит и вырабатывает энергию. Хорошо. Отлично. Вот излучатель ремонтного поля. Да, классная штука. Поднимите излучатель ремонтного поля. Да куда ты уходишь? Теперь прикрепите излучатель ремонтного поля к солнечному генератору. Я просто его прикреплю. Я сказал... Да ну... Я хотел его прикрепить сразу к себе. Потому что тут так можно. Потрясающе. Восемь... Отремонтировано. Отправляйтесь в путь. Не забудьте взять с собой ремонтную станцию. Конечно, не забуду. Это вообще сейчас одна из самых... Левая кнопка выше. Возьмите солнечный генератор и ремонтные шары. А затем прикрепите их к вашей машине. Хорошо. Хорошо. Я же убрал вроде подсказки. Ну... Ладно. Ладно. Они хотят, чтобы я прошёл обучение. Хорошо. Я пройду обучение. Я, знаете, немножко сейчас хочу переделать машинку. А остальные... Ага. Прибыли после падения. Вот туда вот. Короче, надо поехать. Сейчас будет изобрать весь хлам. Хочу немножко сделать нашу машину более боевой и удобной. Так. Обязательно. Бур впереди. И пару пушечек. Пушечки вообще сейчас спасают. Кстати. В чём замечательность этой конструкции? Так вот. В чём замечательность этой конструкции? Мы можем нажать кнопочку С. И у нас будет вырабатываться электрическое поле, когда мы находимся, ну, как бы, прям в машине. Ещё раз нажимаем С. Убираемся с платформы. И можем дальше ехать. Гениально. Ладно. Пока никого не вижу. Едем, значит, просто по цели. Ну, я думаю, сейчас мы как раз пока доедем. Уже и появятся враги. Так обычно и бывает. Когда ты подъезжаешь куда-то. А, вот, собственно, уже и враг. Найдите свой радар. Да, радар тоже, кстати, очень полезная штука. Собственно, открывают карту. И по карте видно врагов. Где кто есть. А вот и враг. Давайте его встретим. Ай. 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 Давай. Давай, стреляй. Есть. А ты там ещё отстреливаешься от меня. Давайте постоим, похилимся. Чуть-чуть похилимся. Вообще бы можно было бы расширить немножко вширь машинку. Чуть-чуть. Чему бы так сейчас и не сделать? Тогда можно будет больше вещей поставить. Ну, блин, одного кубика не хватает. Ну, да ладно. Хотя можно сделать вот так вот, например. Ну, что ж, отлично. Даже всё влезло. Вроде. Так, теперь едем по заданию всё-таки. Мы сюда пришли выполнять задание. Выглядит так, как будто это враг. Хотя, вроде так и есть. Ох, тот воришка стащил ваш радар. Атакуйте его. Я стараюсь. Ну, что? Я тебе дам. Он выронил ваш радар. Подберите его и присоедините к своей машине. Хорошо. Я не против. Вот так вот радар. Отлично. Радар добавлен на мини-экране. Найдите свою батарею. Осталось найти батарею. Да, батарея, кстати, реально хорошая вещь. Потому что мы можем вот так вот встать, зарядить батарею. И какое-то время после того, как мы уедем с... Ну, как бы перестанем заряжаться, у нас будет батарея, которая будет восстанавливать... Ну, точнее, заставлять работать ремонтное поле. То есть мы будем всё время с ремонтным полем ходить. Это очень удобно. О, ещё враг. Давайте пойдём встретим. Отлично. Как раз колесико получили ещё одно. О, и пушечку. Замечательно. Блин, здесь бы ещё один блок, чтобы поднять пушки повыше. Ну ладно. Мы пока что сейчас такие беспомощные, но чуть позже мы будем машинами для убийства. Один из фрагментов приземлиться недалеко отсюда. Посмотрите, сможете ли вы найти один из ваших блоков около тех деревьев. Что-то... Ага. Только поглядите. Ваша батарея застряла на этом дереве. Я так понимаю, мне нужно разрушить. Повалите это дерево, чтобы вернуть свою батарею. Логично. Вот так вот. Отлично. Поднимите эту батарею. Установите её на вашу машину. Хорошо. Ой, попробуйте поднять батарею. Да сейчас, сейчас. Опа. Опа. Превосходно. Теперь вы можете питать свою ремонтную помощь с помощью этой батареи во время езды. Да. Это и правда. Очень полезно. Полезный ящик. Давайте. Полезный ящик. Хорошо. Поехали на полезный ящик. Таким образом, мы будем ехать и у нас всё время будет ремонтироваться наша машина. Ну, здравствуй. Зря ты поехала на меня. Теперь, когда вы вернулись в свою оборудование, вы можете отправить вам небольшой полезный ящик. Далеко не уйдёшь. Всё. Пока. Да кто там? Пока-пока. Надо бы только зарядиться. Да ну кто? Откуда? Ааа. Всё. Отстаньте от меня. Так. Вон задание. Сознайдём по заданию. И вообще забиваем хер на всех. Я вас не боюсь, вы мне не страшны. Ну, ладно. Раз хочешь смерти. Пока. Ещё куча оружия. Я на самом деле рад. Без оружия здесь плохо. Надо чутка подзарядиться. Ладно, выдвигаемся. Врагов игнорируем. Просто едем к нашей цели. Так, я приехал. Вы вернулись на место аварии? Ладно, ладно. Давай. Мы отправляем вам ящик доставки прямо сейчас. Раз. Замечательно. Давайте его сюда. Супер. Надеемся, вам понравятся новые предметы. Да. Да, мне определённо нравится. Это колёса упростят в езду поверхности планеты. Перестройте свою машину с помощью этих блоков и покиньте область, когда закончите. Класс. Да. Сейчас, наверное, перестрою. Ну что ж, совсем другое дело. У нас теперь куча оружия. И мы просто... Можно сказать, машина для убийства. Тем более, у нас две батареи есть. Торговая станция. Поехали к торговой станции через вот этих вот... Ходячих мертвецов. Так, минус один. Минус второй сейчас будет. А вот и минус... Ау, это нечестно. Минус третий. Так, я тебе постреляю сейчас. Я тебе так постреляю. Давай, выворачивай. Всё, смерть. Ну вот. Не стоило со мной шутить. Ммм, сколько деталек, сколько деталек. Только мы... А, кстати, почему это? Мы можем вот эти колёса поменять, как минимум. Это будет крайне полезно. Плюс оружие поставить. Место есть. В принципе, можно и блоков немножко взять. Тоже место есть. Я бы даже сказал, много места. Единственный минус в том, что мы... Всё это место... Место, как бы... Оно весит какое-то количество веса. И... Нам будет сложнее передвигаться. Но ничего, думаю, справимся как-нибудь. Отлично. Выдвигаемся дальше. Куда нам? А, ну вообще сюда. Мы вообще теперь против врагов можем отстреливаться сдалека. Ну вот. Кстати, меня очень радует, что мы появились в... Скажем так, лесу. Ну или равнина, я не знаю, как назвать. В прошлый раз, когда играл, я появился в пустыне. Чтобы заработать денег, найдите торговую станцию. Хорошо. Трава станция, общественное место, где каждый может продать свои ресурсы. Хорошо. Также на свой заработок вы можете купить новые блоки. Хорошо. Давайте попробуем в этом направлении. Окей. Ага, вижу. Я появился в пустыне. И там было ездить очень неудобно. И как-то ресурсов было там... Как-то не очень много. А тут вот эти вот зелёные кристаллы, они самые дорогие, самые ценные. И мы их потом будем собирать, чтобы накопить хоть немного денежек. Ага, вижу станцию. Уже почти подъехали. Ну, здравствуй. Конечно, сразу же враг. Торговая станция нельзя разрушить. Окей. Секундочку. Я обнаружил что-то большое на вашем пути. Защищайтесь. Хорошо. Где? Да. И правда, что-то большое. Но. Повышение лицензии GSO уровень 2. Продолжить. Нам сейчас дадут... Отлично. Теперь, когда это торговое... Торгового тролля не стало, у нас есть доступ к торговым станциям. На торговых станциях набор блоков обновляется каждый день. Кроме того, вы можете подобрать любые... Продать любые лишние ресурсы. Также, там есть доска заданий, с помощью которой можно отыскать новое задание. Нажмите правой кнопкой мыши на доску заданий, которая находится... На верху станции. О, она заряжает. Это замечательно. Ага. Выпереда задание первое задание. А, принять задание. Ага. Приняли задание. Хотите расширить свои горизонты? Значит, тогда вам повезло. Куча природных ресурсов на этой планете только и ждут, чтобы их собрали. Собранные ресурсы можно отправить с помощью луча при помощи... Разумеется, ваши труды будут достойно оплачены. Нажмите правой кнопкой мыши на терминал покупок торговли станции. Купите сборчик на персток GSO в разделе вспомогательные блоки в магазине. Вот это вот. На персток Тукачу так мало. Только один. Хорошо, давайте купим одну штуку. На самом-то деле их... Замечательно. Установите сборщик на свою машину. Хорошо. Вот. Вот так вот его. Сборщик собирает все ресурсы рядом и удерживает их в луче. А теперь идите и соберите немного ресурсов. Щичите камни с прожилками и просто рубите деревья. Провезите любые ресурсы на эту торговую станцию. А, все. Хорошо. А давайте посмотрим, что тут еще есть. Породная фара. Бла-бла-бла-бла-бла. Бла-бла-бла-бла. Короче, на самом-то деле сейчас нам еще ничего из этого не нужно. Нам просто идти, нужно собирать ресурсы. Как я уже сказал, зеленые самые... А, кстати, что у нас тут за ресурсы есть? Давайте вот это уберем. Поставим вот это вот. Блин, куча всяких полезных вещей. Блин, столько всего, столько всего. И куда это все дебать? Неужто опять переделывать корабли? Черт побьюри. Ладно, давайте переделаем немножко. А, интересно. Нам уже дали колеса, которые ставятся снизу. Прикольно. Или не прикольно, не знаю. Еще не определился. Машина игрока. А, это как раз-таки та штука, которая позволяет делать хитрые манипуляции. Давайте, кстати, я сейчас... Что, понял? Вот так вот можно сделать. А вот этот вот блок поменять на вот этот вот блок. И теперь мы сможем становиться на зарядку вот таким вот образом. И у нас будут лишние свободные места. Разве это не замечательно? Ладно, как-то так. Собирать все ресурсы... Разве что блоки можно собрать. Собирать все ресурсы и добавлять я не собираюсь, потому что, ну, они просто банально место будут занимать на машине. Как-то так, я думаю. Ладно, пойдемте собирать. Ох, как тяжело им управлять. Хотя, нормально. Возгоняется вроде. Идем собирать ресурсы. Вот такие вот желтые штучки. Собираем. А, все. Пять предметов и все. Окей, окей. Отвозим обратно. Оно пусть продается. Оно там будет вылетать. А мы пока еще зеленую соберем. Главное, не желтую. Не хочу желтую, они дешевые. Зараза. Блин, и дерево. Я не буду... Дерево вообще очень дешевое. И смола, и дерево. Это вообще очень дешево. Нафиг, нафиг, нафиг. Так, желтая, значит, стоила 15 бб местной валюты. Зеленая сейчас... Ну, я не помню, там, что-то в районе 45. То есть, грубо говоря, сколько там? В три раза больше. А, 155! Нифига себе! Теперь ресурсов достаточно. Для ночка старателя у вас очень хорошо получается. Так что пора вам подзаработать самостоятельно. Поработать самостоятельно. Окей. Проверьте, есть ли на доске задание. Хорошо, давайте. Так, это магазин? Ну ладно, магазин, так магазин. Оно, в принципе, ничего и не нужно. Так-то. Давайте. А теперь вперед найдите свой путь в этом мире. Удачи. Давайте я все возьму. Кстати, вот это вот. Большой желтый. Да, найдите добывающую машину Геокорп. Я, наверное, сразу же пойду на это здание, потому что у Геокорп есть офигенные детали. Гораздо лучше, чем вот это вот GSO, да, по-моему, называется. У Геокорп реально классные механизмы. Они больше, они эффективнее. Короче, сейчас вы все увидите. Самое обидное, что в ближайшее время собирать детали мы просто так не сможем. Это нам придется очень долго времени пройти, чтобы найти нужную деталь, которая собирает детали в карманной измерении. Хо-хо-хо, сюда. Ну, привет, мой добрый друг. Ну, привет. Меня зовут Большой Пит. Я самый известный и трудолюбивый копатель на планете. Почему я бездельничаю? Ну, просто... Да у меня просто заслуженный перерыв. Вот и все. Хо-хо. А ты, похоже, не прочь на старика поработать руками. По старинке, господи. Так сказать, ага. Почему бы не собрать немного ресурсов и не принести их мне? Подойдут любые ресурсы. Ты тоже в накладке не останешься. Хо-хо. Ну, пойдемте. Он, конечно, все срубил. Вон, зеленка. Есть зеленка. Отлично. А что тебе вообще собирать нужно? Тебе все равно? Что? Сейчас, мне кажется, мы подойдем. Он скажет... Что-то скажет. Отличное начало. Он нежный, нужно еще. Хорошо, пойдемте еще собирать. Тогда, я думаю, можно просто ему дерево собирать. Ему, по идее, все равно какое. Какие ресурсы? Боже, ну, конечно, бред, что у нас только один... Один наперсток. Что скажешь сейчас? Продолжай. Нужно еще чуть-чуть. Хо-хо. Помню, кстати, как мы с другом играли в копе. Так вот, у нас наперстков тогда еще не было. Мы делали машинки в виде чаш таких. Ага. И внутрь загружали ресурсы, которые находили. Как же это боговало. Это просто капец. Так, ну, я думаю, сейчас закину и пойду дальше еще собирать. Чуть-чуть еще соберу. И, по идее, после этого мы сможем получить как раз-таки хорошие детали от Геокорп. Давай, сколько там? Ладно, пока хватит. Прекрасно, моя квота на сегодня выработана. Супер. Еще один тяжелый рабочий день позади. Знаешь, нашей компании мог бы приходиться такой работник. А вот и твоя награда, как обещал. Вот, держи, лицензия Геокорп. Добро пожаловать и до встречи. И улетай такой, да? Да. Повышение лицензии Геокорп уровень 1. Супер. Вот тут вот реально полезные вещи. Вы посмотрите, каких они размеров по сравнению со мной. Да? Что у нас тут есть? Огромных бур, лазер. Одно колесо и прожектор. Супер прожектор самое ценное. Да, 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 да. Ладно, что же, опять переделаем машинку. Я сейчас, наверное, все так разберу. О, да. Ну, давайте сначала. Поставлю сразу и бур, и лазер, потому что оружие это хорошее. Так, обязательно нужно батареи поставить. Так, колесо пока сюда поставлю. Просто выглядит как запаска. Но на самом деле я хочу его просто потом использовать. Хочу, чтобы оно у меня осталось. Все-таки. Ох уж это строительство. Занимает достаточно много времени, на самом-то деле. Но, тем не менее, оно того стоит. Тем более машины здесь можно строить невероятно. Более того, в будущем у нас будут целые танки. Самолеты, вертолет, куча, на самом деле, всего интересного. Игра вообще стоит внимания. Кстати, вот эти вот, вот эти штучки, как радары такие. Я их ставлю вперед. А вот эти вот, как автоматики, скажем так, их можно ставить по бокам. Почему? Потому что у них поворачивается башня, и они могут стрелять, например, в бок. Если я правильно помню. Ну что ж, очень даже неплохо. Я, получается, использовал все предметы, кроме вот этих вот дешевых буров. Ну, да и хрен с ними, собственно. Ага, это я стою на платформе. Ну ладно, я, в принципе, плюс-минус заряжен, да? Блин, я не вижу... Не, нифига не заряжен, надо зарядиться. Ах, солнца нет! Логично, да, да, это проблема. Ладно, значит, едем к нашей. Найдите хитрого меху. Кстати, хитрый меха, это, по-моему, как раз-таки чувак, который нам дает... Если не ошибаюсь, первые конвейеры? Или что-то вроде того. Ладно, давайте сейчас туда не поедем, надо съездить на базу, возможно, глянуть, что там есть полезного. Кстати, вот так выглядит лазер и бур. И урон у них реально большой достаточно. Можно просто оттаранить врагов. Особенно таких мелких, которые нам попадаются сейчас. А, и давайте, наверное, по пути немножко ресурсов соберем все-таки. Давай немножко синьки. А, а, и что? 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 Ладно, окей. Я не знаю, что произошло. Что не так? Как будто во что-то застрял, во. Ладно, выехал, все. Подъезжаем к нашей базе. Скидываем сейчас ресурсы. И сюда чуть-чуть. Отлично, давайте... Давайте сначала посмотрим, что у нас по заданникам. А, это магазин. Заданники у нас вот тут вот. Все, собираем, собираем все. Абсолютно. Потом все будем выполнять. Может быть, просто за кадром выполню. Чтобы получить чуть-чуть ресурсов. Так. О, у нас уже есть... Смотрите, какие вещи классные. Кабина прораба. Модуль ИИ. Классная вещь. С помощью модуля ИИ можно сделать небольшой дрон, который будет ездить за нами. И, как бы, стрелять во врагов. Это классная вещь. Большие усы. Самая ценная вещь вообще здесь. О, теперь мы можем на персок собирать до бесконечности. Супер. Покупать, точнее. Ресивер. Геокорд. Тяжелый ускоритель. Орел. Класс. Вот это неплохая вещь. Что? Что? Что тут это летает? Я не могу понять. Какие-то черные квадратики. Что это такое вообще? Ладно. Смотрим, что у нас. Да я, в общем-то, так глянул. Плюс-минус. Нам ничего не нужно. Колеса. Все хорошо. Все хорошо. Я, наверное, сейчас пока съедем еще на одну заданьку. Посмотрим, что там есть. Может, на парочку. И уже в следующей серии я уже буду снова бульдозером. Скажем так. Враг обнаружен. Уничтожить его. Пока не прибыло подкрепление. Что? Где? Куда? Это вообще что за задание было? Боже, тяжко он едет. Надо будет обязательно в следующий. То есть, на следующую серию нормальную машину Бо не справляется. Этот уже с таким количеством. Враг уничтожен. Но подкрепление на подходе. Берегитесь. Хорошо. Вражеское подкрепление. Ну, слушайте, это такие враги, которые вообще не страшны. Сейчас просто затарань их лазером. Вот так вот. Давай я тебя затараню. Ладно, не затараню. Потому что ты... Читерим немножко. Давай. Вот так, чуть-чуть. Опа. И теперь... Ну ладно. Все чисто. Враг уничтожен. Опа. Вот. Это та самая штука. Неужели... Почему так быстро нам дали? Это та самая штука, которая позволяет собирать вот так вот ресурсы. Это просто шедеврально. Все. Теперь у нас есть вот такой вот магазинчик. Это инвентарь наш. Это у нас, скажем так, карманное измерение, в которое мы можем вложить все подряд. Супер. Она, по-моему, 4 на 4. Это она здоровая, конечно. Не, 3 на 3 она. Ну, в принципе, неплохо. Теперь мы нажимаем вот эту кнопочку. И у нас... Собирает ресурсы. Супер. Вот это... Вот это самая полезная вещь, которая даже не... Я боялся, что она у нас появится хрен знает когда. И собирать предметы будет крайне сложно. Но уже она у нас есть. Уже видно, даже искри от колеса не справляются с таким весом. Надо будет обязательно ставить большие. О! Псс, эй, сюда! Катилишки, меня зовут Хитрый Майк. И сейчас твой счастливый день сегодня. Мою базу атаковали. И ты мне поможешь с ее ремонтом. Будь другом, присоеди эти конвейеры обратно к пушке доставки. Вот те самые конвейеры, которые так полезны. И можно сделать огромный ходячий завод. Я бы сам это сделал, но, как видишь, у меня лапки. Не могу передвигаться так же свободно, как и раньше. Ну, да, логично. Прекрасно. Только представь, сколько блокбаксов можно заработать, продавая ресурсы. Это блокбаксы. Окей. И теперь он, небось, говорит... Ага, ага, ага. Это он показывает, как это работает. Вот такие вот штучки. Чего? Ай, ладно, я поделюсь с тобой заработком. Только не плачь. Хе-хе. Знаешь, есть способ заработать еще больше денег. Расскажу я тебе один секрет. Спецдоставка. Поберегись. Откуда поберечься? Ага, отлично. Представляю тебе переработчик ресурсов. Давай, дружок, присоедини переработчик сбоку конвейеров. Да, еще одна классная штука. Чудно. Переработчик превратит обычные ресурсы во что-то стоящее. И более ценное. Смотри. Он, получается, засасывает ресурсы, делает их в что-то более ценное. И продает ресурсы вот в этом вот базе продавцов. Напарник на вес золота. Присмотришь ненадолго за моей базой, а? У меня есть еще много делишек. Бывает, дружок. Задание выполнено. И улетает. Эх, так и знал. Да, вот такая вот замечательная вещь, которая позволяет нам продавать ресурсы очень выгодно. Например, смотрите, дерево стоило там, я не помню, там на стаде на следующей копейке, там что-то в районе 5 монет или что-то типа того. Блокбаксом. Давайте называть это уже правильно. Хотя, знаете, я вам покажу на примере вот этих вот красных. Желтых. Они стоили в обычном магазине 15. Сейчас я покажу, сколько они будут стоить. Сначала просто в нашем магазине, который мы сами сделали. Ну, скажем так, сами сделали. А потом, сколько он будет стоить после переработки. Так, берем одну штучку, закидываем. Да, ну что еще такое? 15, ага. А стоило тоже 15, да? Ладно. Сейчас с ним поговорим. Кстати, у него наперстки есть, это хорошо. Отлично. Давайте соберем все эти ресурсы. О, да. Как их много. Так вот. А теперь давайте посмотрим, сколько будут стоить желтые кристаллы после переработки. Желтый кристалл, он, 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 вот он. Вот, желтый кристалл. И стоит он уже 23. Чуть-чуть больше, почти даже в 2 раза. Но, тем не менее, когда это будут огромное количество ресурсов, как у нас... Ну, вы увидите, какие огромное количество ресурсов у нас будут. Вот тогда это будет реально иметь смысл, потому что мы будем продавать, там, тысячами. А пока что я его убираю. Вот таким вот образом у нас есть управление машинами. Я его у... В инвентарь. Вот, все. Я его уничтожил. И теперь могу идти дальше. Куда я пойду дальше? Стражевая башня Чарли. А, вот это, по-моему, тоже неплохая вещь. Давайте это выполним. Кстати, срубить деревья 10 штук. Стражевая башня Чарли. Сейчас будем вот сюда идти и сразу деревья срубим по пути. А вот и ресурсики. Сейчас просто встанем. А, тут враги. Здрасте. Отлично. Все, враги ушли. О, да! Вы посмотрите, это большая штука, которая собирает много ресурсов за раз. Это просто восхитительно. Я сейчас ее добавлю себе куда-нибудь. Вот эта штучка, уходи. Ты мне не нужна больше. А вот эта штучка будешь со мной теперь. Шикарно. Все, идем дальше по зданию. Нам нужно найти агента Пау. Хм, там как-то много красных точек. Ага. Ага. Обнаженный противник. Требуется защита от торговой станции. Давай! Одна из этих и турелей неисправна. Уничтожьте другие турели и возможно у вас получится взять ее под контроль. Я не справляюсь. У меня не хватает мощности. А, он сам справился. Окей. Спящий режим. Супер. Похоже, этот турель ждет приказа. Почему бы не приказать ей защищать? Доступ запрещен. Нажмите и удерживайте правой кнопкой. Ээээ. Охранять следовать. Приказы обновлены. Все чисто. Активация СУУ торговой станции. Система... Уничтожения... Не знаю. Похоже, у вас появился новый друг. Сингулярные удерживающие устройства. Теперь доступны на торговой станции. СУУ засасывает блоки и телепортирует их в ваш инвентарь. Войдите в режим строительства, чтобы открыть инвентарь. Ага. Вот он, наш инвентарь. Вы можете брать блоки из инвентаря в любое время. Очень полезно при строительстве. Да, это и правда очень полезно. Пока вы здесь, почему бы не построить какие-нибудь новые здания и блоки предлагает... А, предостроить, наверное, да? Да, вот эта, кстати, штука как раз таки. Она позволяет собирать ресурсы все поблизости. Не ресурсы, а предметы. Вот, например, этот она почему-то не собрала, не захотела. Собирай. Давай, собирай. Ну, молодец. И у него еще можно взять... У нее, не знаю, станция и она. Забираем все ресурсы, смотрим, что есть полезного. Да, в общем-то, куча всего полезного, но... Задания мы выполнили, как я обещал, даже два. Поэтому, я думаю, на этом стоит закончить. Игра классная. Будем в нее обязательно продолжать еще играть. Я хочу построить огромный, гигантский летающий завод, на котором будет абсолютно все, что в душе угодно. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Будет еще много чего интересного в следующих сериях. Спасибо за просмотр и пока! Субтитры сделал DimaTorzok